В сети появилось видео, как рязанцы катаются на коньках на Ласковском озере. На кадрах видно, что лед водоема рассекают десятки людей. Рыбаки тоже выходят на тонкий лед. Сейчас мы видим, как люди рыбачат на Барковском карьере. Кого ловите? Живцов. Всякие разные, маленькие. Акуньки, плотвички. Чем попадет? На хищника? На щуку. Рыбаки заняли неокрепший лед в районе Барковского карьера с самого утра. Кто-то взял с собой только удочку и стул, а некоторые притащили весь набор. А не страшно выходить на лед? Страшно. Оно всегда страшно. Когда первый раз в этом году. Пока рязанцы выходят на тонкий лед, сотрудники МЧС тем временем просят пока не рисковать. В управлении считают, что водоемы в области промерзли недостаточно и проводят рейды. На данный момент у нас сейчас толщина льда на озере Орехов составляет от 8 до 9 сантиметров. Что чистого льда, что является безопасным для выхода одного человека на лед. На других водоемах, таких как Орехов озеро, небольших водоемах, картина такая. Примерно на более крупных водоемах, на озерах, на озерах, на затонах реки. Сейчас примерно 5-7 сантиметров от 5 до 7 сантиметров. Что небезопасно еще для выхода и для ловли рыбы. Сотрудники МЧС напоминают о том, какой должна быть толщина льда. Безопасность считается 7-10 сантиметров чистого льда. Для массового выхода, например, катания на коньках 25 сантиметров. Проверять толщину льда самостоятельно опасно. Прыгать на льду категорически запрещено. Хотелось бы также предостеречь, что у нас сейчас по прогнозу погоды в выходные передают оттепель, плюс дождь ледяной. Может произойти такое, что лед станет тоньше, структура льда поменяется. И сегодня она была безопасна, а завтра уже может повлечь беду. Особое внимание хотелось бы уделить и родителям несовершеннолетних детей, чтобы следили за своими детьми. Они ни в коем случае не допускали выхода детей на лед без присмотра. Сотрудники МЧС советуют любителям зимней рыбалки и тем, кто любит покататься на коньках, не испытывать судьбу на тонком льду и дождаться холодов. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».